Девушки отдыхают Может быть, к сотрудникам налоговой Здесь какое-то отношение у вас Или, может быть, к приставам К пожарникам Нет, мы... Я делаю совместную программу с специалистами Следственного комитета Звучит больно А что за программа там? Яйца на провода или что? Программа обучения детей Навыком как раз-таки управления И расследований Детей? А нахрен это детям Ну вот смотрите Этот жмурик умер Потому что его тупым ножом в почку зарезали Давай Или в смысле это как-то связано с тем, что дети мелками обводят Вот это... Вот это... Ну, поглубже хочется знать, Юрий Думаю, это модель профориентации Сочеклассников Для того, чтобы они выбрали профессию следователя Юрий, а вы очень душный человек Да, у меня, кстати, сегодня юбилей Десять лет моему ИП, если что Угу Да Понимаете, вот честное слово Что еще из такого интересного Про госорганы можно сказать? Очень сильно боюсь Особенно ментов Боюсь, клянусь вам Не знаю, у вас бывает такое, что ты вот когда едешь за рулем Едешь, вот так видишь мента и начинаешь делать вид, что ты неподозрительный Я всегда начинаю что-то разговаривать такой Разговариваю, и меня всегда останавливают Уже сам с собой, сука, разговариваю, понимаете Всегда страшно, да Мне вот еще одна вещь непонятна, если говорить Вот это, госуслуги Вроде бы классное предложение, да? Прикольное приложение, да? Но мне не нравится, что сейчас вся отчетность, она вот через эти все приложения Клянусь, цифровизация меня бесит, правда, честное слово Но я армянин Я привык договариваться с помощью коньяка А как допи***ться через госуслуги? Прикрепите фото документов Я прикрепляю паспорт, делаю на паспорте фотографии с коньяком, улыбаюсь Молодежные новые слова А у кого-нибудь есть? Кто-нибудь знает новые слова? Кринж Нихуя себе Ну вы похожи на человека, который до сих пор кринж Сейчас не модно уже Есть кринж, а есть... Ой, сейчас Скажите кто-нибудь Трэш? Нет, это я не настолько тупорылый А я понял, все возрастные, да? Такие похеру Просто информацию выдаем такой Трэш, краш, кринж Интернет Есть люди моложе 30-ти? Похлопайте Моложе 30-ти? Моложе 25-ти? Есть? Вот, вы должны Вы вот Спасите, спасите наше пенсионное собрание А? Рофл Да, я слышала Да, мы слышали такое Простите, как вас зовут? Семен Расскажите достопочтенной публике Что на ваших вот этих новомодных языках Значит, слово рофл Ну, это как лол, примерно Это как лол, примерно? Это то же самое А, спасибо Ты шо, сука? Издевайся? У кого с собой мясорубка? Дайте ему Обосрется, не поймет, как она работает Ну, есть тут кто дома? Нет-нет, ну, нечаянно Так Проходит и Локотком супругу Бэкс А на заявку Тру-ту-ту-ту-ту-ту 15 суток Ну, есть такие пары, которые так развлекаются? Есть такие? Вы? Олеся, родная Вы наверняка та пара, для которых, знаете, есть такие пары, для которых больше это игра В каждом доме живут Он меня избил! Приезжает участковый, его забирают Она приходит участковому, говорит Ну-ка, верни мужа Вся синяя, говорит Это мы игрались Так, домашнее насилие Так, у меня Из домашнего насилия у вас У кого-то было, давайте с вас начнем У меня есть кое-что рассказать Потому что я, ну, как бы, 11 лет женат Ну, и были случаи Нет? Все такие Сиди, Оля, молчи Вот так, под столом уже хрустят пальцы Заткнись У меня вот, недавно, и в один момент это все произошло У меня был вообще сложный период, получается, в жизни У меня в одно время была операция И подожгли заведение, которое мы давно строили Да, операция была на нос, он был сломан Это никак не связано с поджогом Это связано с тем, что моя жена очень долго хотела в Таиланд Вот, а я ей подарил две путевки в Дунай Вот, но Я не просто подарил Я подарил красиво С импровизированной песней Бэйби Дунай Бэйби Дунай Бэйби Дунай Ну, короче, не оценила Прикол? Да нет, она это случайно сделала Ну, она так говорит Локтем задела У меня и так был поломан Ну, и там пришлось чинить Вот, домашнее насилие Я жену ни разу не бил Она, ну, потому что я ее люблю, во-первых Во-вторых, она реально мощная Вот Нет, правда, я вот 11 лет женат Кто-то играется еще, когда в начале отношений, знаете, вот эту подушку ударил Она такая Тебя, ты такие Вот это первый год, вот эти ублюдки, которые в одинаковых ходят этих Ну, как они, в костюмах С белыми зубами за руки держат Говорят, мы семья счастливая Вот эти Нет, не было, не играетесь У меня просто раньше было Я с женой там толкну, она хихи, меня хихи Там все, поцеловали Сейчас это по-другому, сейчас она меня караулит Я иду, она из коридора, вот так Говорит, Майки Яги тебе Говорит, ты че? А ты че открылся, пес? Вот так вот Жена вот так умеет Потому что я с ней UFC смотрю Нет-нет, мне дома там В постели треугольничек накинет Мне там Я говорю, ты че? Говорю, это романтик Надо типа толкнул Она говорит, ты че? Говорит, вверх-вниз, по этажам гоняю тебя Я тебе пропишу, блин, ваш пех Ну, в смысле? Я против насилия, во-первых, домашнего, да? Можно же вывести на природу, да? Лесу дома зачем, где участковый близко Да ладно, нет, я шучу Я против насилия, потому что, мне кажется, это унизительно Ну, тем более, ну, в том случае, только если мужчина трогает девушку, да? Если наоборот, это игра Да че ты ноешь? Ну, у тебя нос на бок, мне так горела жена Говорит, мы просто игрались И знаете, что я думаю? Что когда-то давно, вы, девочки, вот эти вот до-до-до, вообще времена древние Где-то была пещера, горел костер Вот все женщины собрались, в шкурах прибежали к костру, говорят, избитые полностью Говорят, так, девчонки Мне кажется, это вы придумали Надо что-то решать Иначе нас просто убьют нахер И вы там у костра, вот эти вот древние женщины, они такие Давайте придумаем правило Девочек бить нельзя Да, круто И еще тяжелое нам нельзя носить Принято, отлично И еще уступать нам надо Договорились И пусть двери нам открывают, когда их изобретут Здорово, все круто, классно Мне кажется, вы придумали правило, что девочек бить нельзя Потому что нет правила, что мужчин убить нельзя, да? Ну, нет же такого правила Потому что мы мужики, правила не придумываем Мы правилам следуем Вы нам когда-то сказали Все, нас теперь бить нельзя И мы такие Понятно Есть правило, бить нельзя И ходим Пи*** друг друга около бара Так, а куда? Видели вот этих на танцполе мужиков? Этого бы не было, если бы Не правило Нет, мы тоже, мужики, пытались такое же правило вести Но только в современном мире Ну, помните, да, это правило? Бьет, значит, любит Но оно не прижилось Передача «Мужская и женская» нам ярко показывает, что что-то не прижилось Обсуждаем эту проблему Короче, у меня есть предложение Есть предложение по поводу насилия домашнего Во-первых, да нет, в смысле запретить его? Да в смысле запретить вообще полностью Чтобы даже такого термина не было Но, когда ты вот 10 лет женат Сейчас, конечно, вы скажете Фу, какой неприятный, конченый тип Но, когда ты вот 10 лет женат Сейчас мужчины со мной тоже не согласятся Потому что они со своими половинками Но в голове такие Да, пацан 10 лет женат Было бы здорово, если бы вот спустя 10 лет Вот на законодательном уровне Можно было взять жену за руку Привезти в ЗАГС Поставить там определенные подписи И вам выдавали бы один талончик Ну, маленький талончик такой Ну, вот на одну положенную по закону Одну малюхонькую Махонькую Вот за 10 лет, ну, там, ну, надо одну И когда вам выдают талон Я уверен, отношения сразу приобретут новый характер Сразу страсть вернется Она как-то поменяется Вы сразу начнете Вы просто этот талон с собой носите Вот в кошельке, вот в прозрачном кармашке Заместо фотки семейной Так, всегда вот так Еще открываете Все, и нормально будет, да? Вообще можно сделать такой закон 10 лет, один талончик 20 лет, два талончика Если у вас, ну, жена там астролог Там безлимит, очевидно, да? Там проездной Таролог, астролог Сразу Как только расписались Вам вот так проездной дают Говорят, пожалуйста, катайтесь Кто курит электронные сигареты? Поаплодируйте, пожалуйста Есть такие люди? Так, а что лучше вообще Как вы считаете, электронки Или обычные сиги? Сиги Обычные сиги, да? Думаете? Я просто тоже раньше курил сигареты Обычные И потом начались вот эти электронки Кто-то в офис принес Вот Мне сначала казалось Прикольно, полезно Там ягоды, ананасы А оказалось, это затягивает Раньше, помните, бабки продавали Вот эти сигареты, да? На картонных коробках Пиздец Сейчас тяжело было бы электронки продавать Поштучно Десять рублей Десять рублей, три тяги Я просто представил, что Саша Белый В бригаде курит электронку Там бригада в первый день распалась Сейчас Саше никто не доверяет Курящие люди, да? Вы поаплодировали А кто прям курит очень давно? Есть такой человек? Кто? Поаплодирует Прошлась Вот, да? Девушка поаплодировала Как вас зовут? Скажите, пожалуйста Лена, сколько лет вы уже курите? Во сколько лет вы начали курить? В ноль Судя по голосу В одиннадцать лет? Какие у вас планы на жизнь? А, бросить курить А мечта есть какая-то? Ну А, квартиру купить, да? Через сколько лет? В ближайшие пять лет Хорошо, Лена Тогда песня про вас, дорогие друзья Под ваши аплодисменты Песня про Лену Когда-то давно Лена Начала курить по приколу Вообще непонятно, как эта Лена Вообще закончила школу Она курит с одиннадцати лет Она курит с одиннадцати лет Она получает кайф От этих сигарет У нее есть мечта Купить квартиру Через пять лет, о да Возможно сбудется Возможно нет Лена, Лена, Лена Бросайте вы курить А то умрете И мечту Не осуществить Такая песня для вас, Лена Пишите в комментариях Кто из комиков Понравился вам больше всего Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...